Лебеди, дикие утки и даже фламинго. Вот такую картину теперь наблюдают жители микрорайона Новый Город. Поселок затопило сточными и канализационными водами еще много лет назад. Дорог практически нет и ходить невозможно. Жильцы своими силами проложили доски, чтобы хоть как-то добираться до своих домов. А мы вот так каждый день перебираемся утром и вечером. А как давно вообще эта ситуация происходит? Ну я уже вот здесь почти три года живу. Вот, пожалуйста, вся картина на лицо. Куда только они обращались, во все инстанции. Сейчас уже и суд у нас был, решение суда у нас есть. У них был срок до 6 октября, чтобы они исполнили это, устранили вот откуда вытекают канализационные стойки. Это же инфекция вся идет. Зловонное озеро – место цветущего сада. За несколько лет участок Амара-Салимова превратился в болото. Мужчина постоянно подсыпает землю вокруг дома. Но это не спасает. Почти два метра там глубина под этим подходит. Вот до фундамента еще к концу месяца уже вот здесь будет вода стоять. Вот так уже вода будет здесь стоять. А там же выше, вот здесь она просачивается, все равно вот сюда выходит вода. Свои беды люди связывают с масштабным строительством по соседству. А все дело в том, что вода накапливается из-за непроходимости дренажного канала, русло которого самовольно изменил хозяин вот этой постройки. Обычно при строительстве делается отвод воды с территории, где есть грунтовые воды. Здесь же просто сверху засыпали землю. Застройщики забетонировали все дренажные каналы и построили на них высотки. Так и образовалось это болото. Эта вода идет вдоль дороги Казбекова улица, проспект Казбекова, с федеральной трассы сейчас, которая идет, где оригинал заправка. Чуть выше К4, коллектор К4, до коллектора К4 вода идет К4. В основном, который кирпич пилят, мойки там вдоль дороги. Эта вода была просто для сточных вод, которые сделаны, канавка вдоль дороги, превратили в канализацию. С тех пор, как проезжая часть превратилась в полосу препятствий, сюда отказываются ехать даже машины скорой помощи. Переболевшая ковидом, Хадижат Магомедова с температурой была вынуждена добираться в больницу сама. По словам жителей, они уже обращались в мэрию с жалобами, но никаких мер предпринято не было. Местные называют происходящее чрезвычайной ситуацией. И каждый год вот так обещали, сколько мер поменяли, обещали, сколько президентов. Никто ничего не приходит, никто ничего не делает. Сейчас тоже он говорит, кто-то пришел, не будет делать. Они обещают и все. Один разговор, больше ничего нет здесь. Отчаявшись, люди просят администрацию принять все меры, чтобы помочь бедствующим жителям. Первый же дождь, вот здесь люди в сапогах проходить не могут. Там вода стоит, там вода. А здесь дети ходят в школу, здесь люди на работу ходят. Обращаем хотя бы этой администрации какую-нибудь помощь. Машин 10 засыпают и грейдер пустят по этой дороге, пока дожди не начались. Если можно такое. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управление городского ЖКХ. Там, говорят, проблема решаема, но необходимо финансирование. Минимум 5 миллионов рублей. Проект, разработанный управлением ЖКХ, предусматривает укладку труб диаметром 800 миллиметров общей протяженностью 340 метров. Сейчас разработана смертная документация и включена в бюджет на 2021 год. Если эти деньги будут включены в бюджет, заложены в бюджет на 2021 год администрации города, то мы можем в следующем году приступить к этим работам, определить подрядную организацию, кто будет этим заниматься. И начать работу, чтобы в дальнейшем не затапливались участки Микрон ДСА. Сегодня в микрорайоне сотни домов. Кроме того, он активно застраивается и даже несмотря на плачевное положение соседей, кто-то по-прежнему пытается урвать лакомый кусочек и стать полноправным жителем местной Венеции. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.